Некий чувак, пьяный человек 60 лет, плавает в реке Мойка в Санкт-Петербурге в ноябре. Люди видят его, в этом месте река не очень глубокая, его вытаскивают оттуда. Он пьяный, ему тяжело, у него рюкзачок, из рюкзачка выпадают отрубленные руки. Его забирают в полицию. Этот пьяный человек, который, очевидно, находится в невменяемом состоянии, признается, что он убил свою сожительницу, девушку-студентку, у которой он преподавал, которая вместе с ним писала книги, которая является его сожительницей, убил, разрубил на несколько частей. До этого утопил какую-то часть ее тела, видеозапись, вы можете посмотреть ее активно. Кстати говоря, отдельная вещь, которая просто возмущает и тоже показывает, каким образом работает наша полиция. Вот эти все видеозаписи. Давайте посмотрим видеозапись, как он выкидывал какие-то части тела в фонтанке. Она беззвучная, вы будете слышать то, что я говорю. Вот вы видите, он идет, подходит к этой набережной, бросает туда какой-то пакет, отходит через некоторое время, это видеозапись из материалов, естественно, уголовного дела, резонансное, убийство, такое жестокое, и вся страна это обсуждает. И полицейские направо и налево сливают это все. Я вчера в Твиттере, я видел голову, голову отрубленную, этой девушке все в крови. Это все опубликовано. Интернет заполнен фотографиями, которые являются служебной тайной. А, блин, родственникам каково это все видеть? А каким-то друзьям, знакомым, что вообще все это является материалами уголовного дела, все это секретные вещи. За сохранность этих секретных вещей отвечают офицеры в погонах, которых вообще нужно увольнять. Тем не менее, они ради фана или ради чего-то запускают куда-то там, в сеть сливают эти отрезанную голову или еще чего-то. И все это обсуждается в Твиттере, ха-ха-хи-хи, много шуток на эту тему. Но тоже этих полицейских нужно уволить, потому что они должны думать своей головой, прежде чем публиковать это все. Во-вторых, они должны помнить о родственниках, они должны помнить о законе. Ну и вообще, извините меня, каким образом мы можем рассчитывать на сохранение любой какой-то тайны, если такого рода вещи в течение двух дней оказываются в интернете, оказываются в газетах. Ну так вот, выяснилось, что этот замечательный ученый Соколов, он убил свою сожительницу. На следующий день после убийства организовал вечеринку, прием в своем доме. Ну, наверное, не то, что там была какая-то коктейльная вечеринка, но, значит, в шкафу лежало мертвое тело. Он в этот момент принимал гостей и обсуждал с ними историю наполеоновской Франции. Но самый грандиозный резонанс это вся история приобрела, потому что он член военно-исторического общества. Это такое любимое детище Путина. Там разные люди есть. Там есть настоящие историки, там есть не очень настоящие историки. Но, безусловно, это весьма номенклатурная организация. Я не хочу сказать, что все эти люди являются какими-то совершенно настолько конченными людьми, что могут кого-то расчленять и убивать. Но то, что это общество возглавляет Мединский и Чуров, бывший председатель избирательной комиссии, уже говорит о том, что там все с ними очень глубоко не то. Но они этим всем очень кичились. И, в частности, этот Соколов ненормальный. Очень был доволен тем, что он член такой номенклатурной организации. Очень любил Владимира Путина. Некоторое время назад его разыгрывали пранкеры. Звонили ему, спросили, хотите ли вы стать доверенным лицом. Он просто там от восторга пищал. Говорил, как он любит Владимира Путина. Как он обожает Крым и все остальное. Как он очень хочет, чтобы ему дали какое-то внеочередное звание научное. Или очередное звание, чтобы его сделали профессором. Он обожал Владимира Путина. Но, естественно, здесь все знатно оттоптались на этом путинисте. Потому что просто оказалось, что он, как и все большие любители Владимира Путина, что-то у них там не то с головой. Однако же, это все не главная часть нашей истории. Потому что, ну, семейная драма, поругались. Муж убил жену, жена убила мужа. Это то, что происходит в России каждый божий день, к большому сожалению. История заиграла красками, когда сначала вот это военно-историческое общество, которое очень гордилось этим Соколовым, убрало его из списков и своих. И начала врать о том, что он никогда даже не состоял. Естественно, весь интернет был моментально забит скриншотами из кэша Гугла, из кэша Яндекса о том, что это все вранье. Он был членом военно-исторического общества. Он находится внутри такой организации путинских подпевал, которые, ну вот, помогают ему использовать историю для упрочнения своей власти. Но, как мне кажется, мы должны гораздо большее внимание уделить тому, каким образом номенклатурное положение его вот и в этом обществе, и в Санкт-Петербургском государственном университете, который возглавляет один из ближайших таких людей к Владимиру Путину, тут тяну, ректор Карпачев. Довольно отъявленный жулик, про которого и мы много раз писали. Он научный руководитель Путина, он ректор этого Санкт-Петербургского университета, и на самом деле его влияние и административный ресурс многими людьми сильно недооценен. Это важный человек, очень коррумпированный человек, человек, который гробит Санкт-Петербургский университет, но дает в каком-то смысле такой иммунитет многим таким путинистам, которые там под его крылом сидят. Так вот, Соколову для меня эта история заиграла самыми сильными новыми красками, когда я, как и все остальные, увидел заявление, которое подавали на него аж в 2008 году. Давайте прочитаем его, то, что писала про него еще одна студентка, его сожительница, которая жила. «Соколов схватил меня за руки, стал связывать веревкой, которую он приготовил заранее. Соколов вышел в соседнюю комнату, пока я оказался привязанным к стулу прихожей, он вернулся с утюгом, на глаза включил его в розетку, когда утюг нагрелся, поднес его к моему лицу, так что я ощущал исходящий жар и стал угрожать, что изнароднуют меня на всю жизнь, после чего начал методично избивать меня по лицу, голове, носил удары в грудь и живот». «Джизус Крайст», она написала заявление в полицию, это заявление, ее послали с этим заявлением, после чего с этим Соколовым было еще много всяких скандалов, но реально какой-то больной извращенец, ну то есть мы понимаем, там какая-то семейная жизнь, люди могут вступить в какие-то конфликты, но когда человек берет утюг, нагревает его, привязывает свою сожительницу к стулу и подносит к ее голове горящий раскаленный утюг, очевидно, что он уже в такой степени неадеквата, он уже просто такой больной извращенец, что рано или поздно он реально кого-то грохнет. Выяснилось позже, что этот Соколов, ну он же давно был сильно в неадеквате. Я, кстати говоря, не считаю, что все реконструкторы и все члены этого движения реконструкторов, то есть любители переодеваться во всякие военные формы старых времен, реконструировать исторические события, что они какие-то все ненормальные, и это совершенно не так, там среди них много, ну большинство из них абсолютно нормальные люди, но этот чувак, в частности, где-то во Франции или в Испании при реконструкции каких-то наполеонских войн убил лошадь. Ну то есть чувак был совершенно какой-то изощренный, ненормальный, психически неуравновешенный садист. Он бегал с этим раскаленным утюгом, полиция ничего не делала. И вот сейчас там дискуссия, у нас здесь тоже в фонде была дискуссия, но вот она заявила, значит, не по той статье написала заявление, это женщина в 2008 году, по угрозе убийства, а тут не было угрозы убийства. Ну это должно работать же не так. Приходит в полицию на тот момент 18-летняя девушка и говорит, вы знаете, там человек привязал меня к стулу и горящим утюгом махал у моего лица, после чего меня избил, привязанную к стулу. Как этот человек мог остаться на свободе? Как этот человек мог остаться в университете? На него там было огромное количество жалоб, какие-то были конфликты, драки на лекции. Ну потому что вся эта система его крышевала. Почему она крышевала? Потому что он любит Владимира Владимировича Путина. Потому что член военно-исторического общества, потому что он с этим Карпачем, он вошел в такую номенклатуру политическую, идейную, творческую, научную. Вот именно путинскую номенклатуру. У него ее не так много, потому что, конечно, нормальный ученый, нормальный человек, нормальный представитель интеллигенции не пойдет в эту часть. Поэтому там каждого ценят на вес золота. Этот же еще Чучундрик, расчленитель, он же такой активный. Все вот эти эфиры, у всех этих путинских медийных подпевал, какой-то гоблин Пучков и все остальные, они там вот бесконечно что-то там обсасывали. Вся вот такая вот маргинальная медийная обслуга. Вот Соколов был важной моей части. Поэтому государство наше устроено таким образом. Если ты обслуживаешь их, пожалуйста, бери утюг, прижигай кого хочешь. Вот если бы он тогда не напился, а пошел бы трезво выкидывать эти руки и выкинул бы сначала руки, а потом выкинул голову, я не сомневаюсь, что он остался бы абсолютно безнаказанным. И уже мы видим по какому-то такому сочувствию к нему вот со стороны, а сначала вся эта государственная часть, она перепугалась, ну как, мы же не будем защищать такого чокнутого человека, который разрезал человека на части, его бежал топить в реке. Они сначала от него отстранились, а сейчас вроде какое-то такое, ну в целом, ну знаете, все не так однозначно. Может, нас провоцировало, может, он в состоянии аффекта. Давайте сейчас его пожалеем, очки ему передадим, давайте минуту 17 секунд посмотрим его из СИЗО, где его навещают члены ОНК, и там ему помогают, ему очки принесли. Ну, очки, я слезы прошу, очки, чтобы не разрешили очки. Чтобы очки передали, да? Ну, разрешили, не очки, ну там кто-то, не очки нет, не очки нет, но с половиной, вот, чтобы очки, потому что я эту очку не могу читать, и чтобы мне была возможность еще литературу, потому что я как ученый, я когда вот так просто, я схожу с ума, я просто умоляю, что мне дай вам, ну, хотя бы заниматься своим делом, да еще. Сейчас воскреска отправляется, правильно, буду опять. в Крестах, тоже, если какие-то у вас будут жалобы, ну, слово содержание, вы можете в ОНК напрямую обратиться, или, соответственно, через блокадов, адвокаты, как бы все контакты знают. Почему? Но, как бы, Кресты, это сейчас считается лучше изолятором в Европе, поэтому... Телевизор как-то? Телевизор, там не у всех есть, но, может быть, повезет. Слово всем, может, чтобы мне повезло. Здесь уже, там, посмотрят по статье, потому, соответственно, даже не камера обирается, ну, там, сокамерники, да, то есть, сложно, чтобы там тяжкие, сложные, тяжкие. Слово тоже огромное прозви, просто, понимаете, я, что бы я не совершил, я оступился в конце своей жизни, просто, долгой, честной жизни, что, может, мы его не увидим, кроме которых, ну, такого же... нет, здесь мы по закону положим. Я оступился один раз жизни, один раз своей долгой, честной жизнью. Ну, да, ты никого не пытался прожечь всю гому. В 18-м году депутат Максим Резник на Думе зачитывал, на Питерской, отправлял запрос Голиковой в связи с этим неадекватным поведением этого Соколова, в связи с тем, что там избили какого-то студента, но всем было пофигу, потому что Соколов, Путин, Крапачев, они друг с другом дружат и пошли все к чертовой матери, вы не имеете права критиковать нашего прекрасного профессора Наполеона. Нужно, чтобы он отрезал кому-то руки, отрезал кому-то ноги и только после этого начинает каким-то образом крутиться машина, при этом к нему приходит... Я не то, что требую, чтобы, знаете, его расстрелять немедленно, он, как и любой другой человек, заслуживает, ну, каких-то правил содержания в тюрьме, а другой человек, он заслуживает права на защиту, безусловно, но объясните мне, пожалуйста, а почему вот всем остальным вот в Питере ФСБ славится тем, что они оппозиционеров ловят, пытают электрическим током, потом, как вы помните, читали, наверное, эти случаи, заявляют, что, вы знаете, вот эти электрометки на лице, на теле человека, это не мы его били электрошоком, это его покусали насекомые. Суд говорит, да, 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 это его покусали насекомые, в нормальных условиях содержатся, а Соколову, Наполеону и расчленители уже сейчас вот обеспечивается какой-то, ну не то, что сочувственный режим, но как-то его держат по закону, а всех остальных нормальных людей по закону не держат, всех остальных пытают электрическим током, но вот с Соколовым все должно быть совершенно иначе. насекомые поведения, который... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok